приветствуем вас на канале раиса греченко дача сад огород цветы сегодня утро 17 ноября 2021 года уникальное время по всем параметрам а особенный этот день вернее утро для нас с вами огородники садоводы друженьки все друженьки земли и не только потому что нам предоставлены несколько часов для закладки фундамента урожая возможно и скорее всего именно так первотворец наш создатель а также матушка земля и природа дают нам возможность не только трудиться но и с помощью грандиозных космических событий полнолуния и лунного затмения 19 ноября 2021 года помочь нам настроиться на позитивную волну на создание своей собственной благополучной жизни в здоровом теле здоровый дух и чтобы эта жизнь была в изобилии и в этом нам помогает телец труженик миролюбивые животные мирно щипающие сочную зеленую травку в саду на лугу именно в знаке телец и происходят космические события 19 ноября но не только 19 ноября мы уже с вами рассмотрели значение каждого дня сожженного пути полнолуния и знаем что это полнолуние и лунное затмение в знаке телец совместно с неподвижными звездами агена и талиман а также метеорным потоком леонид помогают нам настроиться настроиться каждому желающему человеку на светлое будущее в котором вы будете здоровы будете творить свой прекрасный мир свою жизнь собственными творческими образами сегодняшнее предисловие к агрогороскопу получилось может быть слишком длинным но оно очень важно вернуть эти волшебные часы и дни уже будет некогда и не будет такой уже возможности как это было раньше пожалуй завершу это вступление такими словами дорогие уважаемые зрители коллеги друзья находитесь пожалуйста в эти дни в мыслях обращенных к новой весне к весне 2022 года и эта весна у нас с вами с ярким солнышком теплыми днями цветущими крокусами подснежниками цветущими садами зелеными грядками радостно поющими птицами и среди всей этой волшебной весны каждый из нас мы здоровы молодые красивые радостные мы счастливые в весне 2022 года находитесь в этом состоянии все часы вот этого времени из сожженного пути полнолуния в знаке телец и не только всегда помните нас ждет новая весна несмотря ни на что нас ждет новое красивое необычное такое еще не было весна 2022 года а впереди еще кроме этого всего новогодние праздники прекрасные праздники которые мы проведем со своими родными близкими в своих семьях а потом посевная а там и весна рукой подать до весны весны вам в душе всегда вы это можете я верю вас а теперь агрогороскоп с 19 по 22 ноября 2021 года и вверху вы видите цифры вот этих мыслей вспоминайте всегда красивую весну и вот эти дни тельца используйте вот озвучивая еще эти цифры 7753191 а теперь вернемся к агрогороскопу самому 19 это само время полнолуния и лунного затмения естественно хоть и это телец снова же не рвите сердце все успеем сделать абсолютно все сделаем посевы рассада все мы не высаживаем мы занимаемся своим будущим весной 2022 года в саду для того чтобы просто прогуляться набраться кислорода можете если есть необходимость это для северных регионов укрывайте растения уборка для южных там где нету снега там где еще тепло можно естественно заниматься разными делами просто подышать дышите глубоко дышите вдыхайте и выдыхайте это очень важно сейчас но естественно с зелеными операциями с ножницами не выходите зеленые операции это для тех регионов и стран где тепло но и для других тоже полнолуние напоминаю нельзя ни в коем случае я уже вам показывала чем закончились мои обрезки в полнолунии растения очень медленно погибают нам это не надо для цветов актуальные укрытия там где есть необходимость или уборка для комнатных цветов профилактические обработки против вредите и болезней и пожалуйста поливы проведите до 15 часов чтобы уже в вечернее время при переходе в знак близнецы знак стихии воздуха не было проблем с корнями и забывайте вспышивать землю там где полили чуть-чуть сапкой грабельками дайте воздух но вот поливы у нас до 15 часов и подкормки не проводим это время полнолуние хотя это интересно полнолуние лунное затмение никаких подкормок сбор урожая можно проводить там где есть эта возможность конечно же уважаемые те кто возмущается у кого уже снег по колено вам нечего собирать вы уже это сделали а еще у нас есть что собирать и есть чем заниматься поэтому там где есть необходимость и есть что собираем закладываем на хранение делаем заготовки и квасим капусту до 15 часов это касается уже все настойки не делаем в лунное затмение настойки нельзя делать мы не знаем какие энергии сюда будут приняты притянуты это лунное затмение хотя это и в вечернее время это уже и близнецы но мы не используем это время теперь у нас очень важный период суббота воскресенье в близнецах позади полнолуние но еще есть сожженный путь полнолуние он будет продолжаться до утра 21 все равно никаких посевов никакой высадки рассады не проводим в саду те же самые задачи укрытия теплолюбивых растений на юге не поливаем зеленые операции не проводим и в саду никаких обрезок не проводим энергии очень сильные еще цветы это укрытие если у вас юг и теплая страна можете просто-напросто убрать цветник подготовить цветник участок подготовить к следующему сезону то есть к весне для комнатных растений будут в это время снова же профилактика против вредителей болезни это актуально поливать и подкармливать в эти дни нельзя не проводим эти работы агроприемы а вот в знаке близнецы очень хорошо снова же все заготовительные работы закладку на хранение проводить это очень хорошо и качественно будет эффективность будет отменная что касается квашения то его мы уже должны были раньше сделать или ждем уже следующий знак который будет нам покровительствовать для приготовления вкусной капусты настойки ни в коем случае сейчас не праву не делаем с любых растений и просто-напросто должны знать что вот эта энергия сожженного пути полнолуния не дает хороший результат для получения эффективного лекарственного нас лекарственной настойки или же мази просто-напросто пропускаем еще эти дни остается у нас один день из этого агрогороскопа это же переход луны в знак рак 22 здесь уже начинается горячее время можно заниматься посевами кто вот в сеет эустому и не еще не посеял пожалуйста можно посеять эустому можно посеять зеленые семена зеленых культур посадить лук чеснок на зелень это не обязательно где-то в теплице для теплых регионов это вообще открытый грунт у нас можно допустим в теплице посадить что кстати я буду делать вот и можно посеять какую-то зеленушку в горшочек и на подоконнике проращивание семян очень хорошо в раке проходят используйте этот момент рассаду высаживаем любую снова же у нас есть такие наши коллеги которые занимаются это и теплые страны у кого есть отапливаемые теплицы и уже есть опыт выращивает и я ответила на этот вопрос уважаемые наши зрители да высаживайте любую рассаду то ли это овощи то ли цветы все будет очень хорошо приниматься и будут расти и потом даст хороший урожай в саду вот сейчас вот в саду очень хороший момент нужно использовать для посева тугов схожих семян которые требуют длительной стратификации это у нас садовые растения но зеленые операции и обрезку не проводим во первых это хотя уже убывающая луна в знаке рак мы вообще не обрезаем ничего еще свежие очень энергии не ушли и луна в затмении сожженного пути полнолуния и поэтому и зеленые операции это касается и теплиц и других растений мы не проводим в комнате кто занимается выращиванием и для теплых стран то же самое не обрезайте в это время свои растения для цветов вот сейчас вот такой момент очень много вопросов купили хризантемы в горшках вот в раке 22 можете провести эту пересадку уберите аккуратненько землю с корней вернее там обычно торф или еще что то такое там уже все полностью использованы удобрения и использованы все питательные вещества поэтому в плодородную землю пересадите свои хризантемы в другие горшки чуть больше и естественно уже готовьте их на то чтобы они не обрезайте в раке ни в коем случае не обрезайте я вот как и делаю высаживаю а затем будет хороший день я могу их обрезать здесь вот можно перевалку рассады делать и поливы и подкормки это кстати касается и комнатных цветов у кого уже готова рассада пожалуйста высаживайте пересаживайте это актуально и подкормочки вот смотрите поливы можно уже полную мощь дать потому что у нас позади вот эти все периоды когда растение не воспринимало воду а подкормки напоминаю это уже очень короткий световой день физиологические процессы затухают несмотря на то что и кто-то досветку делает удобрение используем 50 процентов только и что касается вот этих всех наших заготовительных вопросов все они у нас выходной ставим потому что и собирать и заготавливать овощи и фрукты и ягоды нельзя в это время и квасить капусту настойки тоже не эффективны в знаке рак они просто напросто не дают того эффекта снова же что дадут чуть позже уже кстати убывающая луна у нас дальше будет мы посмотрим какие дела мы можем еще делать но что касается настоек то уже позже мы можем на убывающей луне использовать приготовить настойки и мази из корней растений это убывающая луна и кстати собирать и копать сейчас еще есть некоторые растения которые можно выкопать корни выкапывать будете но это будет позже пока мы пропускаем эту агрооперацию важно важное дело постоянная рубрика луна для дома и для здоровья с 19 по 22 ноября 2021 года вернемся к 19 ноября когда у нас будет полнолуние лунозатмение что в это время печка может нам давать дым особенно там где находятся циклоны если же у вас уже кстати даже если уже была протопка печки вот этот в это время может быть дым очень сильной энергии и при циклоне очень сильное давление так что будьте внимательны потихонечку растапливаете чтобы не было дыма стрижка волос вернемся к нашей голове нет конечно в полнолуние лунозатмение не проводим покраску тоже нельзя проводить а вот мыть волосы нужно очистка кожи нет просто напросто я здесь не написала написала вот здесь где начинается курс убывающая луна и мы будем начинать этот курс уже в субботу а в пятницу никаких еще операций не проводим своим телом стрижка ногтей естественно тоже не проводится не трогайте свое тело в полнолуние да еще и в лунное затмение ремонт не проводим проветривание не проветриваем никаких вещей даже если солнце будет будет запах не очень приятный зато можно заняться творческими делами стирка кстати неплохо пройдет ну а убирать это физические нагрузки успеете генеральную уборку сделайте уже через несколько дней мы об этом сегодня поговорим а сейчас отдыхаете ваше тело требует отдыха и вот этих прекрасных образов мысли образов будущей весны новой весны прекрасной весны в нашей жизни возвращаемся уже вверх снова же к дням субботы воскресенья это близнецы будут естественно близнеца я бы если циклон я не советую растапливать первый раз если же у вас уже печка теплая то при антициклоне легко будет гореть огонь если же циклон то очень сложно тоже может быть дым я уже это испытала но маленькие сухие кусочки такие дерево дров и потихонечку а еще лучше все таки лучше на всякий случай после вот этого события очень сильного лучше сухой спирт потихонечку пробейте вот эту пробку и вперед и хорошего вам теплого очага в вашем доме что касается головы к в ней мы снова возвращаемся главный орган в это время не стрижем волосы и не красим волосы если бы это был другой период мы могли бы это делать но вот этот период мы не делаем связанный с этим космическим событием это время когда мы наполнены энергией и срезать вот где-то делать надрез и терять эту энергию мы не имеем права мы просто должны подождать еще несколько дней и все будет нормально мыть волосы можно вот что можно так можно постарайтесь сделать это 21 потому что 22 дальше там вот я объясню почему нельзя очистка кожи имеется ввиду различные какие-то проблемы на коже это курс убывающей луны и начинать нужно вечером 20 ноября и далее ежедневно и утром вечером то что вы делаете какие-то процедуры пожалуйста проводите стричь ногти тоже нельзя в это время а вот ремонт в близнецах уже появилась энергия у вас немножечко и есть потребность в этом делайте потихонечку что-то делайте если есть но уже необходимость проветривать вещи при солнечной погоде ветерок это можно и хорошо получится а вот с рукоделием у нас наступают отпуск очень плохо получается когда вот знак стихии воздуха все как-то ветрено как-то быстро какие-то события возникают отвлекаешься и нет той усидчивости и нет творческого вот этого потенциала поэтому вот мы используем вот эти дни до этого для того чтобы вот эти все творческие проекты словить записать а здесь мы обдумываем стирка не будет качественная в близнецах и тем более вот под энергиями полнолуния и затмения уборку тоже не проводите она не то что будет некачественная просто в это время нужно дать возможность своему телу отдыхать не напрягайтесь и теперь рассмотрим вот этот день 22 когда луна уже будет в знаке рак и так в понедельник 22 ноября естественно будьте внимательны знак стихии воды дыму не оберешься в этом моменте когда растопливаешь будьте внимательны даже теплая печка потихонечку не спешите но и голова у нас еще будет под прицелом мы ни в коем случае еще не стрижем не красимся и кстати не моем при мытье в раке обязательно какие-то проблемы и жирности и перхоти все подряд это все цепляется к волосам корням наших волос и поэтому пропускаем а вот уже курс лечения курс и очистки кожи да это очень хорошо на убывающей луне еще не стригите волосы но и от ремонта уже откажитесь потому что это знак стихии воды щетки останутся и плохо будет сохнуть проветривать вещи тоже в это время не рекомендуется рукоделие тоже неэффективно некачественно будет а вот этот момент когда уже смотрите это у нас стирка и уборка вот здесь генеральную уборку можно проводить вот это супер время уже и тело отдохнуло от этого напряжения ваши образы мысли формы все сложились новая весна впереди вот в этом вдохновенном состоянии пожалуйста проводите генеральную уборку и стирайте вот такой у нас интересный агрогороскоп был луна для дома а сейчас рубрика луна для здоровья 19 ноября луна еще будет находиться в знаке телец это еще время полнолуния и лунного затмения и особо в это время нужно беречь себя от простуд потому что в дни нахождения луны в знаке телец уязвимы горло шея глотка миндалины бронхи щитовидная железа пара щитовидная железа эндокринная система язык и нижняя челюсть будьте добры берегите себя нельзя в это время молоко сливочное масло соленье мучные изделия кофе алкоголь и сладости за то что можно это печень трески рыба рыба продукты овсянка вот молочно кислые продукты для организма в это время нормально пойдут и будет очень даже хорошо готовьте различные салаты как говорит мой знакомый дни тельца это время силоса то есть салатов естественно тельцы любят силос и свежую травку свежие овощи поэтому готовьте из моркови свеклы из разных видов капуст различные салаты используйте цитрусовые картофель готовьте салат зеленый еще есть лук зеленый айва облепиха клюква все это очень хорошо в эти дни также пейте чаи с ромашкой мятой шалфеем шиповником и лимоном 20 и 21 ноября луна будет находиться в знаке близнецы в это время уязвимы легкие плевра бронхи трахея плечи предплечья кисти рук запястья локтевые суставы вегетативная нервная и дыхательная системы напоминаю что не должны простужаться одевайтесь потеплее и не занимайтесь физическими нагрузками чтобы не вспотеть и естественно не находитесь долго на воздухе если это холодный морозный воздух лучше находитесь в доме в это время еще прошу обратить внимание в эти дни в дни нахождение луны в близнецах чаще всего бывает аллергия на лекарства поэтому будьте внимательны также может быть аллергия на некоторые зеленые так называемые овощи это щавель шпинат и сельдерей будьте внимательны исключайте эти овощи из питания что можно а можно и нужно продукты с большим содержанием фосфора и кальция это орехи соя бобы фасоль зеленый горошек редис мак кунжут медаль укроп гранаты цветная капуста сельдерей только тем кто у кого нет аллергии каши всех видов авокадо рыба рыбопродукты те кто ест мясо здесь можно нежирную курицу индейку или куропатку 22 ноября луна будет находиться в знаке рак а в это время уязвимы грудная клетка печень желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная пищеварительная системы особое внимание обратите на то что в это время могут быть приступы астмы очень часто простуды цепляются ларингит пневмония заболевание щитовидной вилочковый желез ревматизм это просто преследует почти каждого кто не бережется поэтому будьте внимательны берегитесь в это время плохая погода лучше короткая прогулка и находитесь в тепле но и кроме того что я назвала вот эти главные органы дыхательные они под воздействием будут находиться в это время но и естественно будут еще и пищевод поджелудочная железа двенадцатиперстная кишка кишка прошу прощения желудок и желчный пузырь поэтому будьте внимательны снова же с питанием нельзя ни в коем случае переедать лучше чаще нельзя допускать в это время агрессию и перепады настроения это влияет и на здоровье и на питание не используйте в это время молочные продукты сырые овощи не надо в это время есть а также опасны холодная еда и холодные напитки и для желудка а также для ваших органов дыхания что же можно в это время для себя и для семьи организовать из питания должна быть легкая пища салаты из отварных овощей овощные супы очень хорошо и из хлеба только ржаной лучше есть в это время но естественно морепродукты различные речная рыба морская капуста картофель любой картофель то что вы приготовите очень хорошо это время для нашего тела топинамбур морковь свекла миндаль фисташки кокосовые орехи и любые экзотические фрукты но экзотические фрукты можно не готовить не варить не печь их можно и даже нужно использовать но не охлажденные а теплые использовать для своего питания и так мы сегодня с вами рассмотрели очень важные темы я надеюсь вы меня услышали верю в вас у вас все очень хорошо будет и у нас с вами тоже впереди прекрасная замечательная весна 2022 года а к этому мы подготовимся будем здоровы будем счастливы будем радостны и прекрасно проведем зимовку на этой оптимистической оптимистической ноте мы авторы канала раиса горяченко и александр волик прощаемся с вами до новых встреч на нашем канале